Чтобы отыскать место захоронения героя, пришлось вдоль и поперек осмотреть два кладбища в Самаре. Точной информации о расположении могилы у поисковой группы просто не было. Когда же монумент нашелся, его состояние оказалось печальным. Никаких опознавательных знаков. Только винт самолета на могиле, причем лопасти спилили еще в 90-е годы. Понадобилась экспертиза, чтобы подтвердить, что здесь действительно захоронен летчик-испытатель Василий Титович Сохранов. Мы начали искать родственников, мы начали обращаться в архиве по номеру винта, который мы нашли. И это нас привело к тому, что мы определили, что здесь захоронен начальник летно-испытательной станции Василий Титович Сохранов. И вот сегодня мы с вами присутствуем на таком замечательном событии. Открывать новый памятник на кладбище Безымянское пришли ветераны, руководство и рабочие авиазавода, на котором трудился летчик. Для каждого это событие носит свое значение, но одно объединяет всех. Уважение к подвигам своих предков во время Великой Отечественной и благодарность им за мирное небо над головой. Приводит, я думаю, всех одно – это чувство благодарности тем, кто погиб, тем, кто отстоял страну. Это память, наверное, нет такой семьи, в которой кто-то не погиб, кто-то не участвовал. И если мы не будем помнить этих людей, то я так думаю, что у нашей тогда страны нет никакой будущей, никакой перспективы. То, что осталось от винта самолета Василия Сохранова, теперь украсит музей завода. Новый памятник будут регулярно облагораживать и сохранять его в целости и после 75-летия Великой Победы. Андрей Фазеев, Сергей Костин. Новости губернии. Новости губернии.